Вопрос в том, что у нас уже стала доброй традицией в начале осени, в конце лета, собираться, это мы делали в прошлый год и позапрошлый год, для того, чтобы подвести некий итог готовности нашей области к очередному отопительному периоду. Хотелось бы вначале отметить, что за последние годы вмещается положительная динамика в подготовке к очередному отопительному сезону. Мы это наблюдали и в прошлый год, и на встрече год назад я отмечал о том, что подготовка выше, качество подготовки выше. В этом году в очередной раз можно отметить о том, что степень готовности, согласно статистических данных, которые представляются раз в две недели, сегодня Архангельская область тоже достигла некого положительного результата. По состоянию на 15 августа, я сегодня перерываю этими цифрами, потому что на 1 сентября у меня еще данных нет. Поэтому по состоянию на 15 августа готовность по области в целом жилищного фонда составляет 83%. В прошлый год эта цифра была 78%. Нарекания имеются по подготовке в городе Архангельске. Из 677 котельных готово 71%. В отстающих у нас это Велегодский район, Виноградовский район. Запасы угля в среднем по области созданы на 100%. В прошлый год мы имели на сегодняшний день по сути 80% запасов угля. Однако данный процесс еще до сих пор не завершен. В городе Архангельске, в первую очередь, это наши островные территории. Конорский район, Холмогорский, Приморский район, Мизенский, Нядамский и Онежский район. По-прежнему достаточно большая задолженность сегодня наших предприятий жилищно-коммунального хозяйства за приобретенные энергоресурсы. Она составляет 2 миллиарда 294 миллиона рублей. Год назад эта сумма была 2 миллиарда 507 миллионов рублей. Мы видим, несколько снижений есть, но, тем не менее, эта цифра достаточно большая. Эти долги препятствуют качественно, еще более качественнее проводить подготовку к зиме. Мы понимаем, что для ремонта, для запаса топлива необходимы денежные средства. И вот эти долги, которые накоплены, они несколько препятствуют качественной подготовке. Наибольшая задолженность предприятий у нас в городе Архангельске, которая составляет 717 миллионов рублей. В городе Новодвинске 690 миллионов рублей. Коряжма 370 миллионов. Вельский район 143 миллиона. И город Мирный 134 миллиона рублей. Органами местного управления на подготовку к нынешнему отопительному сезону в целом по области выделено 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Из правительства области на эти же цели выделено 115 миллионов рублей. Всего органами прокуратуры области с начала года в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено 1350 нарушений загона. В целях устранения выявленных нарушений принесено 36 протестов, внесено 246 представлений, 116 исков направлено в суд о понуждении органов местного управления, либо хозяйствующих субъектов в выполнении своих полномочий. 90 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушений закона. 155 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. В этом году в сфере жилищно-коммунального хозяйства возбуждено по материалам прокурорских проверок 7 уголовных дел. Год назад у нас было возбуждено только одно уголовное дело. При этом за период подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопеченного сезона выявлено 240 нарушений закона, что несколько меньше аналогичного периода прошлого года. В целях устранения этих нарушений также принимались меры прокурорского реагирования, те, которые предоставлены нам федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. К сожалению, в этом году существенно возросло количество обращений граждан. В первом полугодии текущего года в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступило 572 обращения, из которых 177 удалит верено. Это практически 30%. Необходимо отметить, что всего за 2014 год в органы прокуратуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступило 675 обращений. То есть мы увидим рост очень существенный, наверное, процентов на 80 я не посчитывал точно. В основном обращения поступают это на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, некачественный либо непроведенный капитальный ремонт, законности действий управляющих организаций, фонда капитального ремонта, непринятие мер государственной жилищной инспекции либо неполноты принимаемых ими мер при разрешении обращений граждан. Хотелось бы, наверное, остановиться на тех муниципальных образованиях, которые я уже отметил в качестве отстающих. Это, наверное, у нас город Архангельск, понятно, что самое крупное муниципальное образование, достаточно сложная инфраструктура, островные территории, большая протяженность коммунальных сетей, и все это негативным образом сказывается, в том числе и на подготовке. Готовность жилищного фонда по городу Архангельску составляет 81,6%. Подготовлено к зиме 3565 многоквартирных домов из 4367. Проверка готовности потребителей тепловой энергии с выдачей паспорта готовности будет продолжаться до 15 сентября 2015 года. В городе 50 котельных, 74% из которых, по сути, уже готовы. Готовность тепловых сетей составляет 86%. Всего подготовлено 308 километров тепловых сетей из 354. Завершается работа на тепловых сетях от локальных котельных. Средняя готовность котельных 85%. Полностью готовых котельных 37 из 50, о чем я уже сказал. Топливо. Уголь, запасы топлива создан на 40%. Договоры поставки заключены. Продолжается завоз топлива на островные территории города Архангельска. На острове Кега сформировано запаса топлива на весь отопительный период. 2700 тонн. На острове Бреленик 2600 тонн угля. Завоз на этот остров еще продолжается. На острове Хабарка 700 тонн угля. Завоз также продолжается. Особое внимание это завоз топлива на островные территории и водоснабжение в Северном округе. Устранение двух аварий на системе теплоснабжения. Принимались прокуроры меры реагирования. В частности по городу Архангельску. Направлен один материал в порядке статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации. Объявлено одно предостережение. Материал направлен в целях уголовного преследования. Это в Северном округе, где отказывались ненадлежащие услуги по водоотведению. И эти услуги представляли опасность для жизни и здоровья граждан. На сегодняшний день в городе, по нашей информации, отсутствует горячее водоснабжение в 36 жилых домах. Конечно, учитывая температуру окружающей среды, граждане терпят некие неудобства от этого. Но причины там установлены. Есть аварийные. Выявили аварии на объектах после гидравлических испытаний. В настоящее время принимаются меры к устранению этих аварий. В Приморском районе готовность жилищного фонда на 15 августа составляет 80%. Готовность котельных, 38 котельных, 76%. Запас топлива 29%. Особое внимание обрещено, конечно, на поселок Рикосиха. Вы в курсе тех событий, которые происходили в течение лета. Хотя проблема там возникла еще год назад. Принимались меры и органами местного управления, и органами государственной власти в области. Конечно, не оставался в стороне и прокурор. В целях устранения нарушений прав граждан в Рикосихе возбуждено одно уголовное дело по материалам прокурорской проверки. Это за самоуправство. Второй материал также направлен для решения вопроса возбуждения уголовного дела. Объявлено 9 предрассережений. В том числе руководству ООО «Призма», «Водоресурс», «Архэнергосбыт» и главе муниципального образования «Приморское». Два лица привлечены к административной ответственности по статье 17.7 за неисполнение законных требований прокурора. Еще два материала находятся в суде на рассмотрении. В настоящее время там водоснабжение обеспечено, но, на мой взгляд, там не устранена еще причина. Ее надо, с ней надо работать, устранять для того, чтобы не создавать в будущем вот такие вот коллапсы на территории нашей области. В Холмогорском районе мы с вами прошлый отопительный сезон неоднократно слышали о тех проблемах, которые в Холмогорах возникли, где не могли оказать надлежащую услугу по теплоснабжению. Так вот, на 15 августа готовность жилищного фонда в Холмогорском районе составляет 84%. Готовность 30 котельных составляет 93%. Особое внимание, конечно, обращено на село Холмогорское. Котельное теплоснабжение осуществляется там от трех котельных, РТП, ПМК и ГПС, которые находятся в собственности муниципального образования Холмогорский район и переданы в аренду ООО «Холмогоры». Указанные котлоагрегаты введены в эксплуатацию еще в 70-х годах. Их капитальный ремонт проводился в 2000-2003 годах. Значит, топливо заготовлено на 13%. Это явно недостаточно. Прокурорам приняты меры, объявлено предрассережение главе Холмогорского муниципального района. Направлено в суд одно заявление 31 августа в суд о том, чтобы понудить, создать необходимый запас топлива на 45 суток. Есть некие проблемы и в муниципальном образовании Луковецкое. Прокурорам тоже поручено, прокурору обратить внимание на подготовку вот тех муниципальных образований и готовность тех котельных, которые звучали, я еще раз повторюсь, у нас в прошлом отопительный период. Плесецкий район нас также беспокоит и находится в поле зрения и органов прокуратуры, и органов власти всех уровней. Готовность жилищного фонда там составляет 85%. Готовность 45 котельных 87%. Конечно, вопрос возникнет, это поселок Савинский. Котельная муниципальная передана по конкурсу ООО «Савинск Инженерный сервис». Обеспечивает 42 муниципальных дома, 7 социальных объектов, 2 детских сада, 3 школы. Там проблема, конечно, это с подготовкой мазута. Мы знаем, что цементный завод сегодня фактически не функционирует. Персонал уволен. Котельная рядом, хранилище для подогрева, подготовки мазута. И вот сегодня все эти затраты для подогрева мазута, которые составляют примерно 11 миллионов в год, они не включены в тарифы. Правительством и области, и органами местного управления решается вот эта проблема финансирования. На контроле у нас из года в год остается также и Няндамский муниципальный район, хотя там особых тревог не вызывает, но тем не менее мы помним прошлые годы, мы помним те проблемы, которые возникали. Поэтому район находится, как я уже сказал, у нас на контроле. Беспокоит нас и та ситуация, что сегодня на территории области у нас имеется 17 организаций, которые работают взрывоопасными и пожароопасными объектами и не имеют лицензии. Значит, 10 из этих 17 уже обратились в Ростехнадзор, представили необходимые документы, и сегодня рассматривается вопрос о возможности выдачи им лицензии. К сожалению, 7 организаций документы не представили, и по сути сегодня эти 7 объектов находятся в поле зрения, и от них можно ожидать что угодно. Эти объекты, по сути, не имеют подтверждения готовности проработать отопительный период, нет подтверждения готовности персонала. Соответственно, эти муниципальные образования, в которых есть такие предприятия, не получат паспорта готовности. И, безусловно, работать по принципу авось мы не можем. Прокурорам поручено проводить проверки, привлекать к тем видам ответственности, которые установлены, плод до уголовной ответственности по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Ну вот, в основном, все, что я хотел вам сказать. Наверное, у вас будут какие-то более конкретные вопросы, мы постараемся на них ответить. Пожалуйста, вам слово. Какие-то вопросы? Я предпочитаю областной телевидении, Константин Душевой. Давайте остановимся на этих 17 котельных. Все-таки, что за опасное там производство, и о каких районах идет речь? Здесь не только котельные. Я уже сказал, что это взрывоопасные и пожароопасные объекты. У нас, я сказал, 10, которые уже представили лицензию, там они нас особо представили документы, особо тревоги не вызывают. Отсутствует лицензия, и сегодня не представлены документы. Это у нас ООО «Альянс Теплоэнерго», Пенежский район, ООО «Водоканал», Вельский район, ФГУП «Котлаская». Муниципальное бюджетное учреждение «Приводнинское». Индивидуальный предприниматель «Кашликов». Индивидуальный предприниматель «Шинин», Котловский район. То есть, наибольшее всего в Котловском районе. И ООО «Дмитровский лесопромхоз» Устьянского района. Там есть и котельные, там есть и газораспределительные станции, и объекты очистки воды. Работа с этими объектами, это объекты повышенной опасности, она требует обязательно наличия лицензии. Это не какое-то формальное требование, это подтверждение того, что объекты готовы к эксплуатации. И что касается еще Савинского, в Пресвенском районе, в прошлом году мы видели, какая там ситуация была. Вообще, что ждать жителям? Вообще, стоит ждать тепла? Тепло будет, я в этом не сомневаюсь. Сегодня и органы власти области, и органы местного управления в состоянии решить эту проблему. Другое дело, что возникают вопросы своевременности решения этих проблем. Их необходимо было решать значительно раньше, а не в авральном режиме, как это делается сегодня. Но тепло будет, сомнений в этом нет. Котельная, по сути, она готова. Осталось решить вопрос хранения, подогрева, подготовки самого топлива. Поэтому я думаю, что здесь нет оснований для беспокойства нашим гражданам. Сергей Петрович, Олег Крафин, Крафы Северо-Запады. Можно еще по Савинскому уточнить? Там сейчас организовано завоз МОДУД, потому что на совещании где-то в первое полное августа тогда глава района заявил, что завоз топлива не осуществляется. Сегодня решается. Я уже сказал, что с МОДУДом это основа проблемы. Сегодня пока завоз туда не осуществляется надлежащим образом, но есть и договоренности, и есть понимание, откуда он будет поставляться. Это все возможно. Единственное, необходимо решить, кто же будет это все хозяйство обслуживать. Потому что завести и его бросить там тоже не представляется возможным. Поэтому проблема с доставкой не существует. Состоит проблема с его работой с этим топливом. И второй вопрос по Рико Сихи. Можно уточнить? Вы сказали, что сейчас ситуация стабилизировалась, но ключевая причина не решена. Могли бы Вы поподробнее рассказать, что это за причина? Причины, наверное, в первую очередь в тех разногласиях, которые возникли между хозяйственными субъектами и органами местного управления. Там действительно есть некие незначительные долги. Но вот не решая их в том порядке, как это предусмотрено законодательством, в судебном порядке обращаясь, взыскиваясь, судебные приставы взыскивают задолженность. И вопрос, он регулирован. Но вот отдельные руководители, используя население наше, пытаются извлечь прибыль. Не решать проблему, установленную в цивилизованном порядке, а пройти в отключение рубильника. Это и есть самоуправство. Поэтому оценка будет дана следственными органами. Конечно, есть там некие проблемы недопонимания. С одной стороны, и сети находятся в частной собственности, часть сетей находится в муниципальной собственности. Вместо того, чтобы сесть, договориться и решить эту проблему, начинают вот такие средневековые меры реагирования принимать по вышибанию долгов, будем так называть, своими именами. Поэтому эту практику, конечно, необходимо прекращать. Нужно еще уточнить, как раз, пари-кащики. Уголовное дело в отношении кого? Руководителя КРУ-Призма? Нет. Там по факту. В отношении его водоресурс по факту. По факту, это в отношении ресурс. В отношении руководства КРУ-Призма материалы только направленные. Там дело еще не возбуждено. Это вот по последнему факту отключения, ограничения. Там электроэнергии, где опять в течение суток не было надлежащего водостраджения. Еще какие-то вопросы? То есть можно еще уточнить по этим семи котельным? Котельная, ну это вообще все хозяйство, да, жилищно-коммунальное, которое так или иначе участвует в окопительном сезоне. Где-то сети, где-то насосные станции, где-то эти газовые, как вы сказали, да, станции. Газовые распределительные станции. Конечно, это целый комплекс объектов, которые в конечном итоге создают надлежащие коммунальные или предоставляют надлежащие коммунальные услуги. Потому что очистные сооружения, вы сами знаете, если они не функционируют, мы уже столкнулись в северном округе, получили результат. Поэтому каждый из них обязан иметь лицензию, и только тогда есть гарантия, что в том или ином предприятии они смогут выполнить свои задачи, свою работу выполнить и поставить надлежащие коммунальные услуги. Есть еще несколько, здесь вот у нас проблемы, мы ее решаем сейчас в этом году очень достаточно активно. У нас есть коммунальные сети, есть объекты ЖКХ, которые по сути являются безхозяйными. На них не оформлено право собственности. Да, они задействованы в процессе оказания услуг, но отсутствие собственника говорит о том, что эти сети никто не ремонтирует, никто надлежащим образом не содержит. Те организации, которые работают на этом имуществе, они не могут в конце концов получить компенсацию в связи с регулированием тарифов. Вот за прошлый год, если я не ошибаюсь, у нас по области 57 организаций не смогли получить так называемую дельту. А затраты они понесли, как результат долги за полученные эргоресурсы, как результат в конце концов банкротства. И для того, чтобы вот эту проблему ликвидировать, не просто каждый раз из года в год ругать те управляющие компании, либо какие-то организации, которые накапливают долги, банкротятся, создают новые и так далее. Надо узнать причину. Мы говорим, что причина в первую очередь это бесхозяйные коммунальные системы. Список таких организаций нами был получен, он уточнен с министерством ТК ЖКХ, направлен прокурором еще в апреле месяце. И они в этот год очень плотно отрабатывают эту тему. Каждый объект жилищно-коммунального хозяйства, он обязан иметь собственника. Если такого собственника нет, имущество должно быть принято в муниципальной собственности. Только тогда может быть и финансирование из бюджета этих объектов, только тогда, когда они находятся в собственности муниципального образования. Эту проблему необходимо решать. Вызывает, конечно, определенные трудности при подготовке это большое количество ветхих сетей. Во-первых, их достаточно много по области, если взять, например, водопроводные, теплотрассы, канализационные системы, у них практически 6000 километров. Вы представляете, если до Москвы 1200 километров, а то 6000 километров у нас по области. И практически половина из них находится в ветхом состоянии. Эту проблему надо решать. И она, кстати, решается, потому что еще пару лет назад этот процент был 70, сегодня уже около 50. Все это решается в рамках муниципальных программ, региональной программы реформирования системы ЖКХ и тех программ, которые принимаются непосредственно организациями, задействованные в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Хотелось бы, наверное, сказать, что в этот год впервые мы уже работаем, или управляющие компании работают только при наличии лицензии. С 1 мая обязанность законодателя о том, что управляющие компании, обслуживающие квартирные дома, должны иметь лицензию. Такие лицензии выданы. Практически 99 с лишним процентов домов сегодня уже обслуживаются управляющими компаниями, имеющими лицензии. Там незначительное количество домов еще не определили с управляющей компанией, которые бы имели лицензию. Эта задача органов местного управления сегодня решает. Объявляют конкурсы на то, чтобы заключить договор обслуживания. Посмотрим. Сегодня сказать однозначно, насколько это полезно и эффективно, лицензирование, пока еще преждевременно. Надо, чтобы прошло какое-то время. К сожалению, такого резкого изменения, очевидного изменения в лучшую сторону пока еще не произошло. Об этом я уже сказал и по количеству выявленных нарушений органами прокуратуры, и по количеству обращений граждан, которые увеличиваются. Хотя логически мы должны сегодня ожидать снижения жалоб. Потому что предъявлены более жесткие требования к управляющим компаниям. Пока, конечно, серьезного изменения не произошло. Наверное, для этого надо время. Спасибо, какие-то вопросы? Нет, да? Тогда будем заканчивать. Спасибо всем большое за участие. Спасибо. Надеюсь, зима пройдет достаточно благополучно. Хотя ожидать каких-то отдельных эксцессов, наверное, всегда мы должны. Самое главное, мы должны своевременно устранять аварии. Жилищно-коммунальное хозяйство, большое хозяйство, там очень много людей, там очень много техники. И где-то и человеческий фактор, мы должны это знать, на это рассчитывать, и быть готовыми своевременно устранить аварию или проблемы для того, чтобы не создавать неудобства для наших граждан. Спасибо.